следующий этап нашего маникюра это конечно же сделать укрепление так как длина ноготочков нам позволяет уже работать с гелем я буду работать очень универсальным это гели из бутылочки монофазник но белого цвета такие гели позволяют нам сделать жесткую конструкцию наш клиент будет носить очень долго такие ноготочки не будет за них переживать что они где-то у него сломаются и вам будет комфортно работать так как по вязкость они будут уже более жидковатые и вам будет комфортно с ними работать для этого делаем стандартную подготовку обезжирили ноготочки наносим ультрабонд полностью на всю ногтевую пластину и далее будем наносить с вами базовый гель в качестве базового геля я также буду использовать скульпт медиум наносим тонким слоем сразу можно нести на 4 ноготочка и сушим 30 секунд а а а а а а Для того, чтобы сделать нам выравнивание, укрепление, нам понадобится тоненькая кисточка для того, чтобы правильно распределить наш гель. И чтобы цвет у нас оказался и в пазухах, и около кутиквы. Беру большую каплю и раскладываю в центре, не заходя в боковые пазухи. Такую прям жирненькую капельку поставила по прямой. А теперь тоненькой кисточкой мы с вами отчертим прямую линию, параллельную нашей боковой пазухе, чтобы у нас гель никуда не затекал. Переверну его. Видите, он такой жидковатенький. Работать с ним очень легко, быстро и очень комфортно. Чуть-чуть только к нему нужно привыкнуть. Работать чуть-чуть пошустрее, чем с базами. Подтягиваем наверх, переворачиваем пальчик, но только пальчик держим не параллельно нашему столу. Чуть-чуть поднимаем кончик вверх и делаем вот такие подкручивающие движения. Шатаем из стороны в сторону, так как на квадратах у нас не одно ребро жесткости, как в овале, а у нас два ребра жесткости, то есть две боковые стеночки, которые отвечают за прочность конструкции в квадрате. Поэтому, чтобы у нас не оттянулось в одно ребро, мы с вами начинаем плавненько туда-сюда, вправо-налево, вот так вот подкручивать. И смотрим, чтобы на кончике у нас с вами не было такой, как плюшечки, как я ее сисечкой называю. И аккуратненько переворачиваем, смотрим. Ровненько наш блик на месте и сушим в лампе. И так выполняем с каждым нашим ноготочком. Продолжение следует... 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 В конце сделаем с вами контрольную просушку одну минуту и перейдем уже к покрытию. Покрытие у нас сегодня с вами будет градиент. Я вам покажу, как легко это сделать. Берем два цвета. Больше нам с вами не нужно, чтобы сделать красивый быстрый переход. Наносим одним цветом сразу. Видите, я две капельки поставила. И теперь наношу другой цвет. Чистый цвет. И смешаем промежуточный цвет, который у нас получится в результате смешивания двух этих оттеночков. Смешиваю, чтобы у меня получился третий цвет. Аккуратненько добавляем по чуть-чуть темного цвета в светлый, чтобы получить нам третий цвет. И смотрим его по интенсивности. Видите, такой рыжеватенький у меня цвет получается. И теперь будем готовить уже наши ноготочки. Для легкой растушевки в нашем градиенте я еще буду использовать акриловую пудру. Первый слой наносим тот цвет, но он обычно самый светлый, который будет у нас с вами на кончике. Очень тоненьким слоем. Кисточку я использую КЗО 3.0. Серая такая синтетика. Наношу тонким-тонким слоем, не обезжиривая даже ноготочки. Наносим на все пальчики сразу одновременно. Не просушивая, мы посыпаем с вами аккаунт. Только после этого мы отправляем сушить в лампу на 30, можно даже одну минутку подсушить. Акриловую пудру желательно использовать мелкого помола, чтобы у вас не было видно зернистости. Акриловая пудра поможет нам плавно растушевать наши все оттенки и получить очень-очень плавный и быстрый переход. После просушки мы с вами аккуратно щёточкой убираем излишки нашей акриловой пудры. И теперь будем раскладывать все наши три цвета на каждый пальчик. Сначала первый цвет яркий, который будет в зоне кутикулы. Сильно близко к кутикуле пока старайтесь не наносить, мы потом с вами ещё доложим туда цвет. И сразу на всех четырёх пальчиках мы с вами работаем с этим цветом. На второй ноготочек наносим тот же самый цвет, чтобы кисточку нам не вытирать и кисточка, чтобы у нас была всегда в одном цвете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вытираем кисточку и наносим второй цвет. Ноготочек разделили на три равные части и наносим наш промежуточный цвет, который мы смешали из двух наших оттенков, которыми будем делать градиент. То есть переход плавный из одного цвета в другой. Вытираем опять кисточку и наносим наш третий цвет, который будет у нас на кончике. Благодаря акриловой пудре у нас не течет гель-лак. У нас очень легко смешаются все эти оттенки, потому что мы с вами сделали третий цвет промежуточный и очень легко растушевать. Напомню, кисточка КЗО 3 дробь 0. Вытирли кисточку и начинаем растушевывать границы, плавно-плавно-плавно опускаясь вниз. Каждый ноготочек по отдельности, не просушивая, сразу растушевывая, спускаемся вниз прям буквально по одному миллиметрику. Растушевали последний пальчик. Для первого слоя это очень даже хорошо и достаточно. Опять берем акриловую пудру и посыпаем на ноготочки. Старайтесь посыпать так, чтобы акриловая пудра полностью покрыла ваш градиентик. И отправляем сушить на 30-1 минуту. После просушки опять мы с вами удаляем остатки акриловой пудры при помощи щеточки и делаем такую же раскладочку еще вторым слоем. Но уже теперь мы не будем с вами сыпать акриловую пудру, сразу мы отправим сушить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просушили наш второй слой градиента и теперь тоненькой кисточкой можно подправить недостающий цвет в зоне кутикулы. Оттягиваем кутикулу наверх и подкрашиваем тоненькой кисточкой линеарной. Продолжение следует... 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 чтобы дизайн у нас смотрелся очень хорошо я предлагаю еще сделать градиент при помощи стемпинга градиент на градиенте поэтому сейчас ноготочки мы с вами перекрываем топом teclas и сушим одну минуту предлагаю еще сделать стемпинг градиент для этого понадобится нам лаки для градиента пластина штамп и конечно же скрапер я буду использовать желтый и красный и буду делать сразу градиент на пластине для этого беру желтый цвет очень максимально много наливаю на наш рисунок отступая буквально один миллиметр и наношу красный делаю раскладочку и наношу сразу на наш ноготочек очень быстро очень просто самое главное все подготовить и отработать движение вытираю наношу на следующий ноготочек опять желтый делаю небольшое расстояние между нашими цветами чтобы они у нас перемешались и переношу рисунок на наш ноготочек каждый раз очищайте пластину как можно чище и тогда будет рисунок переноситься полностью без дырочек такой градиент быстро сохнет на воздухе и теперь мы с вами перекроем топом ультрашай просушим одну-две минуты и уберем остатки при помощи жидкости в которой входит ацетон гель polish remover и